МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На лыже-роллерной трассе в агрогородке Мир Барановичского района состоялся спортивный праздник «Шаг к долголетию». Горожане всех возрастов 5 июля присоединились к тренировке под открытым небом. Барановичский горком БРСМ организовал велопробег «Молодежь помнит». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Весть о Барановичи». На предприятиях системы Министерства промышленности в этом году предусматривается создать и модернизировать порядка полутора тысяч рабочих мест в рамках государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в рамках документа появится 2700 вакансий. Реализация станет возможна благодаря 30 перспективным направлениям. В первом квартале текущего года уже удалось осуществить 17. Среди них – развитие производства и освоение новых видов тягово-сцепных устройств для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и лесной техники на Барановичском автоагрегатном заводе. На лыжероллерной трассе в агрогородке Мир Барановичского района состоялся спортивный праздник «Шаг к долголетию». Участие в состязаниях приняли 33 команды пожилых людей, пенсионеров с разных концов Брестской, Гродненской и Минской областей. Подробности в первом сюжете выпуска. Граждане старшего возраста – сегодня активные и продвинутые люди, которые хотят вести активный образ жизни, сохранить свое здоровье. Помочь в этом призван межрегиональный спортивный праздник для пожилых людей «Шаг к долголетию». Как и ранее, в этот раз он прошел на лыжероллерной трассе возле агрогородка Мир Барановичского района. География участников расширилась. В этом году на праздник приехали 33 команды – представители Брестской, Гродненской и Минской областей. Для сравнения, в 2022-м в мероприятии поучаствовало 25 дружин. На торжественном открытии в Спортландии ее участников приветствовал глава района Сергей Карпенко. В одиннадцатый раз наш район принимает уважаемых участников, география расширяется. С каждым годом все больше команд, все больше участников у нас здесь есть. Что вам пожелаю? Ну, спортивные успехи – это здорово, но, наверное, самое главное – это ваше общение, ваша бодрость, какие-то новые контакты, я думаю, получится. Поэтому всем вам сегодня желаю успехов, удачи и хорошего настроения. На открытии спортивного праздника «Факел с Олимпийским огнем» по традиции вынесли победители прошлого года команда «Оптимисты» ТЦСОН города Барановичи. Участникам Спортландии предстояло проявить себя в четырех конкурсах дартс и забрасывание мяча в обруч, передачу мяча и кеглей. Мы занимали два раза первые места. Это все супер для жизни, для здоровья, для настроения. Мы счастливы, мы рады, что мы здесь, и мы с удовольствием всегда принимаем участие в этих соревнованиях. Приятно пообщаться с коллегами, с друзьями, с пенсионерами нашего района, и не только нашего района. Я думаю, нашей республики Беларусь. Очень приятно, что проводятся такие мероприятия. Напомню, принята и с 2021 года реализуется национальная стратегия «Активное долголетие». Она рассчитана до 2030 года, а ее основные направления соотносятся с мировыми тенденциями. Этот период объявлен ООН десятилетием здорового старения. Национальная стратегия дает широкие возможности для досуга и развлечений, и в то же время позволяет укрепить здоровье. Данная работа проходит по двум основным направлениям. Первое – это непосредственно, когда наши граждане идут в физкультурно-оздоровительные клубы, физкультурно-оздоровительные центры, и там у нас мы собираем, по результатам, например, прошлого года, порядка трех тысяч граждан занимается абсолютно бесплатно по различным направлениям физической культуры. И второе, конечно же, направление, которое мы можем видеть сегодня, в котором мы являемся свидетелями и болельщиками за наших пожилых людей, конечно же, это организация таких вот районных, областных, республиканских мероприятий. Лучше всех заданиями справилась команда «Спартанцы» Березовского ТЦСОН. Второе место разделили «Энергия» из Белоозерска, того же ТЦСОН, а также «Сединка» ветеранской организации городищенского селесполкома Барановичского района. Тройку лидеров замкнули «Патриоты» из Ляховичского ТЦСОН и «Торнадо» из ветеранской организации Леснянского селесполкома. В Брестской области органы прокуратуры совместно с Комитетом госконтроля выявили преступные факты, совершенные в ходе проведения кампании по вакцинации населения от COVID-19. В частности, в одном из районов начальник структурного подразделения учреждения здравоохранения, чтобы избежать ответственности за низкие темпы вакцинации, в течение года отдавал указания подчиненным о списании и уничтожении вакцины от COVID-19. Противоправными действиями государству причинен ущерб более чем на 93 тысячи рублей. По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий. Горожане всех возрастов 5 июля присоединились к тренировке под открытым небом. Занятия прошли в Молодом парке в рамках национальной акции «Народная зарядка». Инициатива состоялась с участием фитнес-тренера Андрея Вальмуса. Энергией и хорошим настроением зарядилась и наша съемочная группа. На недавно открывшейся воркаут-площадке в Молодом парке прошла «Народная зарядка» для всех желающих. Принять участие в утренней тренировке пришли люди всех возрастов. Ведь, как известно, поддерживать свое тело в тонусе нужно всегда. Яркие цвета, громкая энергичная музыка привлекали мимо проходящих людей, которые в дальнейшем присоединялись к комплексным занятиям. Кроме базовых упражнений на разминке, участники смогли проверить свою выносливость и на тренажерах. Конечно, под руководством фитнес-тренера Андрея Вальмуса. Активисты Барановического БРСМ делают все возможное, чтобы республиканский проект «Народная зарядка» собирал все больше участников. Сегодня в Молодом парке созданы все условия, но как правильно заниматься спортом, чтобы не навредить себе, расскажет фитнес-тренер, который и проводит эти тренировки, чтобы в дальнейшем молодежь и жители нашего города могли самостоятельно приходить и заниматься спортом. Стакан воды, ритмичное движение и вызаряженные энергии на весь день. А как составить комплекс правильных упражнений, подскажет фитнес-тренер. Первым делом это зарядка. Здесь были основные движения, которые помогут проснуться организму, проработать все мышцы суставы, не принести никакого вреда человеку первым делом. То есть это общая физическая подготовка, которая доступна любому возрасту, любому подготовленному или неподготовленному человеку. В скором времени принять участие в тренировках жители и гости города смогут не только в утреннее время, но и во вторую половину дня. Мы сейчас хотим сделать, по просьбам, кстати, желающих участников, хотим сделать вечерние тренировки. В ближайшее время мы анонсируем этот момент, какое время, где, скорее всего, тоже здесь, будет еще интереснее, много сюрпризов, много новшеств будет. Актуальное расписание тренировок размещено в соцсетях организаторов. Республиканский проект от Белорусского Республиканского Союза Молодежи предлагает каждому приобщиться к здоровому образу жизни и сделать свое утро энергичным вместе с народной зарядкой. 8 июля Барановичи отметят 79-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В 10 утра горожан приглашают на торжественный митинг у Вечного огня. А в 17 часов в Молодом парке состоится концертная программа «Подвиг в сердцах поколений», приуроченной к этой знаковой дате. Вход свободный. В Барановичском районе в этот день в агрогородке Миловиды также пройдут торжественные мероприятия. В 10 часов состоится митинг и открытие обновленного памятника на Обратской могиле номер 434. Барановичский горком БРСМ организовал велопробег. Молодежь помнит, инициатива прошла в День республики и 79-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут пролегал по памятным местам. Подробности далее. В день 79-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Барановичский горком БРСМ организовал велопробег. Молодежь помнит. В честь 170-летия пожарной службы Белоруссии к инициативе присоединились работники Барановичского городела по чрезвычайным ситуациям. В назначенное время на велосипедах активисты отправились по памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. В вечный огонь и новый памятный знак жертвам лагеря гражданского населения на станции Барановичи Центральная – братская могила на улице Величковского. Участники марафона возложили цветы, почтили память павших минутой молчания. Велопробег стал еще одним подтверждением того, что наследники Великой Победы помнят о значимости подвига наших предков. Солдаты-офицеров, ветеранов, которые ценой собственной жизни в далеком 1945 году подарили нам возможность жить под мирным небом. Республиканский велопробег стал еще одним поводом, чтобы вновь сказать героям Отечества спасибо. Отмечу, велопробег проходит уже не первый год. Как показывает практика, с каждым разом собирается все больше участников разных возрастов. Барановичский хоккейный клуб «Текстильщик» принял участие в Кубке Беларуси. Соревнования проходили в Минске. В них приняли участие четыре сильнейшие команды Беларуси. Ритм из Гродно, Виктории, Смолевичи, Минск и «Текстильщик». По итогам турнира наша команда заняла четвертое место. Победителем стала смолевическая Виктория. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин